Так, добрый день, Михаил Музыковский, всем привет, Саид Макая, о, всем привет, значит, мы продолжаем изучать Мишлей, продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона, великую мудрость, великого, величайшего из царей за всю историю, как говорят, его называют мусульмане, царь Сулейман, царь Сулейман, да, ну его звали Шлома, но как бы по разному произношению, видите, все, все в этом мире интерпретация, мы живем в мире интерпретации, да, Ботертоха на Лебедева, все, и мы начинаем 20-ю главу, изучать 20-ю главу, и 20-я глава начинается с антиалкогольной пропаганды, Прямо конкретно царь Соломон нам говорит, летс аяен омэ шехар, значит, он говорит нам так, летс это насмешничество, да, насмешничество вызывает вино, в омэ шехар, омэ это, омэ это, ну прям из названия понятно, как не ом, не ом, а ом, Это бэгэма, слово бэгэма, то есть, делает человека бэгэмой животным шехар, крепкие алкогольные напитки, то есть, есть вино, от него есть одно опьянение, от крепких алкогольных напитков, не из винограда, есть другое опьянение, И каждый, кто не злоупотребляет шогэ, ну типа занимается этим, да, он не умудрится, лоих кам, значит, что имеется ввиду? Ну, значит, как мы уже знаем, что у человека же есть какая природа? Есть тело животное, да, то есть, такая, ну, животное, которое хочет размножаться, выживать, запрограммированные инстинкты, есть такой мозг рептилии, все на инстинктивном уровне, все системы работают, главное выживать, размножаться, все. Теперь есть у человека животное, млекопитающее, у него уже интересы побольше, да, то есть, оно хочет удовольствие получать и хочет избегать страданий, и все, что из этого проистекает, это животное очень быстро, оно запоминает, как бы программируется, вот это животное, и, значит, когда оно уже запрограммировано, то оно очень быстро, ну, быстрее, чем рациональный интеллект реагирует, то есть, оно реагирует, оно реагирует, это животное быстро, эмоции, это быстро, они как буря, и они энергетически наполнены, эти эмоции, это животное, они энергия, эмоции, это энергия, теперь есть сверху этого всего рациональное мышление, это слова, мысли, это именно уже такие конструкции, все закручено на словах, и вот эти вот конструкции, они медленные, они жрут много энергии, то есть, именно энергию они сжирают, эти рациональное мышление, и оно человеку, по идее, должно помогать ему выбирать, как жить правильно, то есть, если у животного есть слово «хочу-не хочу», у вот этого вот тела, да, инстинктов есть, вообще нет слов никаких «хочу-не хочу», у него есть только, ну, реакции, да, это, скажем, безусловные рефлексии, условные рефлексии, то есть, безусловные рефлексии, это, это вот это вот внутреннее животное инстинкты, условные рефлексии, это уже млекопитающее, которое, которое запрограммировано на удовольствие и на избегание страданий, и рациональное мышление, это уже человек, который, как всадник, пытается эту лошадь оседлать. Теперь, есть, рациональное мышление оперирует какими-то концепциями, идеями, что такое хорошо, что такое плохо, что для меня правильно, что неправильно, к чему я должен стремиться, какой долг человека в этом мире, какой смысл жизни, ну, и так далее, это все идеи, мир идей, и этот мир идей, он держится очень, ну, как сказать, он тяжело держится, то есть, идеи легкие, они летают, быстро летают, они нематериальные, и эти идеи собраться, вот так вот сфокусироваться, выбрать один смысл жизни, достаточно сложно, то есть, он все время распадается, вот этот калейдоскоп идей, он все время распадается. Теперь, как бы идеалом, к которому мы стремимся, является то, что человек получает от Бога инструкция Тора, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно, как действовать, как не действовать, ну, там и так далее, все у него есть некая карта, он удерживает эту карту у себя в сознании, да, и действует по этой карте, побеждая свое внутреннее животное и свою внутреннюю вот эту вот ящерицу. И дальше, если все происходит отлично, он прошел по этому уровню игры, то он тогда вах и переходит на следующий уровень игры в духовный мир, его встречает Бог, ангелы, то есть, выиграл, да, такой пшшш, ты не ящериц, ты не ящериц. И мы изучали, что есть, почему тяжело, есть грешник, который грешит по вожделениям, то есть, у него вот эта корова сильная такая и мощная. Есть грешник, который грешит по скептицизму, да, то есть, он ивель, он сомневается в правильности идеи Торы и идеи Бога, и он, сомневаясь в правильности этой идеи, он выдумывает какие-то другие идеи, или идет по другим идеям, или ни по каким идеям он не идет, ну, то есть, он живет в каком-то своем интеллектуальном придуманном мире. Теперь, значит, кто такой Летц? Летц это тот, который вроде бы он живет по Торе, но он уже как бы соскальзывает, он насмешник такой, он насмехается над этим. Ну, то есть, есть истории непонятные абсолютно вещи, аксиомы вот эти Торы, они непонятные. Ну, так Бог сказал, нет у них логического объяснения. И вот этот вот Летц, он начинает над ними сомневаться. Теперь, как действуют алкогольные напитки? Алкогольные напитки, вино, оно пробуждает вот этого вот насмешника. То есть, зачем люди пьют? Они пьют повеселиться. То есть, собираются, ну что, повеселимся, повеселимся, ну что сегодня будем пить там? Все, второй вопрос. Это как тренер по футболу, ну, команда после футбола набухалась, там все, не вышли на утро на тренировку. Он говорит, кто, значит, предложил. Ну, в общем, начали выяснять. Оказалось, что все спровоцировалось вопросом, ну что будем делать? Ну, и потом набухались. Понятное дело, что футболисты чем еще занимаются после футбола? Набухаться. И поэтому, и поэтому, написано нам в 20 главе отрывок, первый отрывок, что вино вызывает насмешничество. То есть, становится весело, но ты начинаешь насмехаться и над святыми там, глубокими вещами. Теперь, омэ шехар. Шехар это крепкие алкогольные напитки, они влияют сильнее на мозг. Там водка, водка с пивом, шампанское с коньяком, джин-тоник. Ну, там все коктейли, особенно коктейли, они сразу бьют в мозг. И, значит, они снимают, сразу у человека сбивают вот эту вот интеллектуальную систему. И у него просыпается внутреннее животное. Да. Теперь, коль шогэ бо ло их кам. И каждый, кто в нем, в нем, как бы, шогэ это, ну, занимается, да, этим, он не умудрится. То есть, ему удержать вот эту вот интеллектуальную свою систему будет становиться все сложнее и сложнее. Потому что это тоже работает как тренировка. То есть, алкоголь, он убивает нервные окончания, нервные клетки, новые особенно. И человек, который изучает Тору, то есть, ему алкоголь рушит его систему мировосприятия, да. Но если он жил, как бы, в плохой системе, почему люди пьют? У них все время они в депрессухе. И он выпивает, он отключает депрессуху. Но если человек живет в мире Торы, зачем ему отключать мир Торы? Ему не зачем отключать мир Торы. То есть, алкоголь, он только нужен, чтобы отключить систему мировоззрения, в которой человек живет. И если, ну, поэтому много людей бухают, потому что у них не работающая система мировоззрения, они это чувствуют. Все. Теперь дальше. Дальше, второй отрывок, он такой. Наам как фир, эмат мэлех, ми табро хотэ навшо. Значит, дальше написано так, что идет такое, как уточнение, если связать эти два отрывка. Ноам это переводится как рычание льва. Кфир это молодой лев. Значит, рычание, как у молодого льва, ярость царя. Ярость царя. Ярость царя. Он говорит, альтие цадикарбе. Вальтих комитармидай. Не будь слишком большим цадиком и не умничай слишком много. Что имеется в виду? Вот есть человек, например, он живет какой-то жизнью себе, да? Ну, такое общество потребления. То есть запрограммированный такой полностью проснулся, значит, смотрит, сразу проснулся телевизор. Значит, ему рассказали в утреннем эфире все, что надо делать, что сейчас популярно, модно. Он, значит, дальше его ведет навигатор на работу. На работе его ведет навигатор скрипты продаж. После этого его ведет, что купить надо, да? Ну, там, что сейчас популярно. То есть по журналу он посмотрел, что популярно. Все. Пошел в магазин, купил популярное. Купил в кредит, чтобы вдруг не спрыгнул с этой всей историей, да? И пошло по кругу. И он ждет год отпуска, чтобы поехать туда, куда ему написали, что ему надо поехать. Потому что в тех же журналах, где пишут, что надо покупать, пишут, куда надо ехать. И, значит, он полностью такой запрограммированный, весь, ну, полностью, да, такой робот. Теперь вдруг он начинает, познакомился он где-то в том же журнале. В статье написано Кабала. Кабала, высшее знание. Он такой, упачки, Кабала, Лайтман, высшее знание. Модно? Посмотрел, модно. Ему сказали, что это сейчас популярная штука. А он думает, ну, хорошо, если популярная, значит, буду учить Кабалу. И начинает он учить Кабалу, значит. А Кабала это, как бы, это, вот, мы сейчас не учим Кабалу, мы сейчас учим просто Тору, да? И уже голова прям такая, светом наполняется. А Кабала, это вообще там, как миры устроены там, ну, в общем такая, очень сложная штука. И ему, значит, начинает эта Кабала, в него, значит, света большого пускается. Он там начинает с Богом разговаривать. Да, как бы, они, как Кабалисты, они встречаются там, ну, реально они, как бы, я не знаю, я не ходил в их центры, но они, как бы, делают вот эту ритуальную часть только глубже. Такие умные там слова говорят. В общем, что из этого выходит? Нам слово Амеллах предупреждает. Когда ты приближаешься к царю, а Бог это царь, это как, ну, я рассказывал, это у меня любимый пример, да, когда один египтянин, один римский наместник попросил Раби Ативу показать ему Бога, то Раби Атива ему сказал в полдень, посмотри на солнце. А он на солнце говорит, я не могу смотреть, я сгорю. Он говорит, а как ты хочешь на Бога посмотреть, который все миры обеспечивает энергией, и все солнца, это для него как песчинки, да, как ты вообще к Богу хотел приблизиться. Что получается? Что когда человек приближается к Богу, Бог это Бог, и он в этот момент что-то делает не так, а он своей мыслью, он же все время шлет какой-то сигнал, да, то в этот момент может быть, что это как зайти в пещеру ко льву с экскурсией. И этот лев, он может, ну, просто у него плохое настроение, или, ну, там, как-то у него сейчас, ну, вот, у Бога не может быть плохое настроение. Но это, знаете, как есть такая история, что, ну, в атомной электростанции, атомная станция, да, где атомная энергия, сидит все время человек один, наблюдает за приборами. И он как-то, он наблюдал за приборами, наблюдал, он наблюдал за приборами, а его слушают, ну, то есть, его сообщение слушают, мало ли, атомная станция. И тут вдруг он как закричит, ааа, вот, блин! Значит, ну, вообще там, ну, все в шоке, да, сразу там что-то какие-то, уже кнопки вырубать. Он говорит, ручка потекла. И, значит, ну, пока он сказал, что ручка потекла, там два человека уже посидело. То есть... Самое-самое страшное слово, ядерное, это и... Упс. Упс, да, да. То есть, что имеется в виду? Когда ты приближаешься вот туда, на высоте энергии, то начинают сразу рубить. Поэтому многие люди, которые начинают даже соблюдать, они первоначально, они не видят там какого-то резкого улучшения своей жизни, потому что они заходят как бы в зону, где уже действуют другие энергии. Если ты заходя туда, но ты при этом остаешься на базовых вещах, ты их не соблюдаешь, то есть ты грешишь так по-серьезному. Особенно это часто бывает человек, который стал религиозным, и он сразу хватается за какие-то мелочи, и там начинают вот какие-то там фанатеи, да, с каких-то вещей, и он как бы загоняет планку, он на небе там сигналит, смотрите на меня, я царик, я праведник уже там высшей пробы, я уже там, ну, такими, оперирую там нюансами, да, выполнения митсвода в одной митсве, а то, что у него во всем остальном полные пробои вообще, это он как бы забыл. Поэтому нужно идти базовая, ОФП, общая физическая подготовка. Написано в Торе, не поднимайся по ступеням на жертвенник мой, чтобы не оголился твой стыд на нем. То есть если ты прыгаешь через ступени, то тогда может оголиться твой пробой какой-то. Иди плавненько, но не останавливайся, останавливаясь, потому что поднимают святости и не опускают святости. Значит, здесь нам об этом говорится только другими словами, что тот, кто зайдя уже в близость к Богу, но он при этом нарушает базовые вещи, то его грех на нем. То есть это как зайти ко льву, да, в пещеру. И третий сегодня опасок, последний, очень он нам показывает, он как бы завершает вот эту цепочку. Он нам говорит очень важное правило, важнейшее правило в жизни людей, да. Значит, написано так, «Кого для Иш шевет мериф?» Почет, почет, слава, можно сказать, да, кого-то, почет и слава человека, человеку, который шевет мериф, который как бы удаляется, шевет это, ну, останавливается, да, останавливается, шевет это как шаббат пишет, одинаково, остановка, останавливается от ссоры. То есть почет тому человеку, который останавливается, не входит в ссоры. Веколь, Эвиль, а каждый грешник, который, Эвиль, это вот этот грешник-стептик, Идгала, он проявляется в этой ссоре. Что значит? Значит, это следующее. Люди, они, ну, вот чем сложен этот мир, да, этот мир очень сложен тем, что вокруг полно дураков. Очень реально много, то есть их большинство, можно сказать, да, 99% людей, они живут по каким-то непонятным схемам вообще, ну, то есть, и они все время в конфликте с собой внутри, друг с другом в конфликте. Они борются за какие-то сиюминутные споры, не видят, что они рушат себе вообще жизнь иногда, да, вот этими сиюминутными спорами, как, ну, там, ну, самый простой пример, как какая-нибудь там стоит человек возле бара, курит, а выходит пьяная компания, и делают ему замечания, а он делает им замечания. Драка, одного убили, двое сели в тюрьму на 20 лет. Зачем? Ну, зачем им это надо было? Ну, ни тому не надо было, ни другому. Они шли в бар за, ну, там, повеселиться, да, это увеселительное заведение, да, но они, как раз это первый отрывок, когда человек пьет, ему срывая человеческую планку, он становится как животное. Животные, когда есть какая-то агрессия, они отвечают на это агрессией, пошло-поехало. Теперь нам говорится, во втором отрывке нам говорится, что когда Бог гневается, то лучше вообще не, ну, не подходить. А в третьем отрывке дается, как бы, ключик, почему Бог гневается и как избежать гнева. Бог с человеком работает по системе, мера, что человек меряет, меряет ему с неба. То есть, как ты к другим людям, так к тебе на небе. Теперь возникает предмет для ссоры. Как ведет наш праотец Ярков, когда ему подсунул лаван, вместо невесты, за которой он работал 7 лет, он отпахал 7 лет за невесту, ему, значит, свадьба, ему подсовывают другую невесту. Он говорит, как? Ему говорят, ну, у нас так принято, значит, старшую выдавательную. Он говорит, и что? Ему говорят, ничего, вот тебе вторая через неделю, но еще 7 лет ты отработаешь. Он говорит, ну, да, говорит, хорошо. Он же дурак был, или кто? Он понимает, что все от Бога. Он понимает, что это уже конкретно, конкретно Бог решил. Это факт. Он не начинает спорить. Он 7 лет работает, так же честно написано, как работал первые 7 лет, хотя его обманули. Он говорит, это все от Бога. В итоге Якова вину, он строит там, ну, супер, мега, великую жизнь, и до сих пор весь мир, как бы, он идет за его заслугу, да? То есть, правда... Если ты всем говоришь, давай я буду делать то, что ты говоришь, сейчас растащишься. А ты не должен ты делать то, что он говорит. Ты должен, изначально, заходя в ситуацию, Яков сделал все для того, чтобы жениться на первого. Он дал ей признаки там, ну, то есть, он как бы сделал все, что должен был сделать. Но Бог, как мы уже учили, много замыслов в сердце человека, а замысел Бога, он исполнится. У Бога есть свои планы, причем человек должен верить, что все планы Бога насчет Него, они для добра. И человек должен делать полностью то, что он должен делать. А как мы знаем, что он должен делать? Патторий он должен делать, то есть он не должен выдумывать, что он должен делать. У него есть конкретно написано, что он должен делать. Дальше он сделал свое, если Бог дает ему какой-то результат, который человека не устраивает. Человек должен сказать спасибо, подумать, что же Бог имеет в виду, когда именно дал мне такой результат. И как я в следующий раз буду действовать дальше, чтобы все-таки получить желаемый результат. Но я как бы понимаю, что против Бога спорить нет смысла. Спасибо, все, но это не то, что я просил. Как парень один, его в армию забирают, а он говорит, если бы я знал, что вот так Бог слышит молитву в 5 лет, когда я хотел военную форму на Новый год, и что он так откладывает, что прошло 13 лет, я ее получил, я бы тогда не просил 5 лет военную форму, поделочку. То есть события уже изменить нельзя, можно только свою реакцию изменить на это событие. Еще раз, поэтому нам сказано, кого для Ишпочет для человека отдалиться от ссоры. То есть когда начинается ссора, то я тоже вчера читал интересную вещь, там один великий Равин, он говорит, что с человеком спорить можно только в одном случае. Если он более религиозный, чем ты, а ты более сильный. Но если наоборот, то нет смысла, потому что тебя, ты полностью огражден предписаниями Торы, то есть ты как бы не просто просчитанный, тебе понятно, что ты будешь делать. А он, если он не религиозный, так у него полностью открыты все дороги, и с ним ссориться нет смысла. Но, когда ты, понятное дело, что если он сделает что-то неправильно, потом он попадет на такого же дурака, как он, и они там вдвоем друг друга поломают. Но ты, вот здесь там написано, не вступая в споры, не вступая в кого-то, почет для человека отдалиться от ссоры. Почему? Потому что каждый Ивэль, Ивэль это грешник, Идгалабо, он во время ссоры, он такое тебе скажет, такое тебе расскажет, он тебе такое, то есть он стараться будет, он и так грешник, а во время ссоры у него вообще планку снимают. Что ты выиграешь? Ничего не выиграешь. То есть почет для человека отдалиться от ссоры. А каждый грешник, Ивэль, он Идгалабо, он проявляется в этом, и когда он заходит в конфликтную ситуацию, то этот конфликт его переводит еще на следующий уровень греха и проявляет все его, как бы, скрытые его, вот эти вот плохие качества. Вот мы сегодня очень три отрывка мощных этих выучили. Первое, не пить алкогол, вино и крепкие напитки. Второе, это не попадать под раздачу царя, то есть близко не приближаться, ну то есть не грешить и не выделываться, не задирать себе планку в каких-то вещах небазовых. То есть нужно вначале базовые все вещи выполнять. И третье, что это никаких ссор, кого дляиш, дляшевет мерих. То есть почет для человека отойти. Хочешь со мной ссориться, иди сам с собой ссориться. Иди сам с собой ссориться, я не хочу ссориться, никаких ссор вообще. Разговаривать только спокойно, только с уважением. Ты с уважением, тебе с уважением. Тебе без уважения я не разговариваю так. Все. То есть это самая лучшая стратегия в любой ссоре. То есть я спокойный человек, уважаемый, значит разговариваю только на уровне уважения, спокойствия, спокойным тоном. Все. Вот эти три вывода. Сыр, с тому же он не совсем запрещает. Да, все, друзья. Вот Тейтан волнуется, он говорит, ну и тут же не совсем запрещено алкоголь. Написано, не умудриться, лой их кам. То есть если тебя мудрость особо не волнует, то ты можешь бухать спокойно. Не, он дальше пишет в 31 главе, в 31 главе пишет царь Соломон, что нельзя пить только мудрецам и царя. Надо пить. Написано, ну дайте вино, лимарей нефеш, дайте вино тем, кому грустно, и шехар, левет. И крепкий алкогольный напиток тому, кто потерялся. То есть кто в своей системе ценности потерялся, и знаете, бывает, заходишь в тупик, выпил стакан, вышел из тупика. То есть имеется в виду, что это как кнопка RESET. То есть крепкий алкогольный напиток это RESET сбить тебе твою систему старого мировоззрения. А вино, оно тебя делает насмешником, и ты можешь, иногда, если тебе грустно, ты можешь посмеяться над своей грустью тоже. Но здесь нам говорилось все-таки о ситуации, что если ты стремишься к мудрости, оно тебе не нужно, если ты на пути мудрости, оно тебе помешает. Если ты на пути немудрости, то тогда оно тебе может просто повеселить, или вообще сбить тебя с пути немудрости, но на путь животного, надо знать. Все, друзья, жду ваших отзывов, очень радуемся, мы читаем ваши отзывы, а если нет отзывов, не отзывов, а выводов. Выводы самое важное от урока не то, что вы послушали. То, что вы послушали, если вы файл не сохраните, оно в одно ухо влетает, в другое вылетает. Сразу идет такой поток информации, который сносит просто то, что я сказал, вот так вот, 3 секунды, вы только переключаете на какую-то другую страничку и сносит все. Поэтому остановитесь сейчас и сделайте 3 вывода своих, до 3 выводов, чтобы для себя поняли, какой вывод из урока этого вы делаете, и куда он вас поведет этот вывод. То есть можно сразу сделать несколько шагов в том направлении, куда он вас вывод ведет, куда ведет, сделал действие. Все, друзья, удачи, успехов, хорошего дня. Продолжение следует...